Данный материал содержит элементы рекламы. В общем, сегодня понедельник, многие в понедельник ленятся выходить на работу. Если у вас бабла не столько же, как у голливудских актеров, тогда марш работы. Идите и работайте, трудитесь, господа. И вот, кстати, про зарплаты голливудских актеров. Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. За последние 12 месяцев, разумеется, благодаря таким фильмам, как «Форсаж», «Хопс и шоу» и «Небоскреб», а также сериалу «Футболисты» и рекламному контракту с брендом «Андер Армур». Дуэйн Скала Джонсон заработал за период с 1 июня 2018 по это же 1 июня 2019 года. Знаете сколько? 89,5 миллионов долларов. В общем, что необходимо сделать? Раскачаться до его размеров от российскую бородку, побриться на лысо? И сотрудничать со всеми этими брендами, сниматься во всех этих кино? Значит, в прошлом году его доходы составили 119 миллионов долларов, но он в прошлом году, несмотря на то, что заработал денег больше, чем в этом году, уступил тогда пальму первенства американскому актеру Джорджу Клуни. А все почему? Все потому, что Клуни, как мне помнится, продал очень хорошо свою компанию по производству текилы. То есть не за актерские заслуги, знаешь. Абсолютно не за актерских, хотя он красавчик, как ни крути. Но, тем не менее, в этом году Клуни в список самых высокооплачиваемых вообще не попал. Ужас, ужас. Второе и третье место в рейтинге заняли звезды франшизы «Мстители». Это Крис Хемсворт, у которого доход составляет 76,5 миллионов долларов, и Роберт Дауни-младший с доходом в 66 миллионов долларов. Далее в этот список также попали такие актеры, как Акшай Кумар, Джеки Чан, Брэдли Купер, Адам Сэндлер, Крис Эванс, Пол Ратт и Уилл Смит. В общем, есть из кого выбирать нам, незамужним девушкам. Скажем так, губы закатывайте, да. В общем, что еще сегодня в нашей программе? Ответы на такие вопросы как, что будет с Человеком-пауком, что будет с Кишиневскими остановками, а также в нашей программе «Скорочтение» и «Самые редкие леопарды». Но сперва поговорим о том, чем же сегодняшняя дата, а я напомню, 26 августа в истории примечательно. Итак, еще раз на календаре 26 августа. Сегодня в Соединенных Штатах Америки отмечается День равенства женщин. Между кем равенство? С кем равенство? Большой вопрос в описании этого праздника не указано. Не только Днем равенства женщин знаменателен этот день. Чем же еще? Смотрите далее. 26 августа 1988 года известная американская пловчиха Лин Кокс совершила очередной рекордный заплыв в открытой воде, преодолев Байкал за 4 часа и 20 минут. Она проплыла от мыса Толстого до мыса Листвянка, преодолев расстояние 18 километров. Во время плавания Кокс сражалась сильным ветром и холодом, дождем и волнами. Этот заплыв Лин впечатлил СССР и было решено назвать в честь нее мыс. 26 августа 1946 года Норма Джин Бейкер подписала контракт с киностудией 20th Century Fox. Ее стали звать Мэрилин Монро. Монро была девичьей фамилией ее матери, а имя было взято у известной танцовщицы Мэрилин Миллер. Мэрилин Монро стала одной из самых востребованных актрис 50-х годов. 20 кинокартин с ее участием принесли в прокате 200 миллионов долларов. Известность ей принесли роли в фильмах «Ниагара», «Джентльмены предпочитают блондинок» и «Зуд» седьмого года. За исполнение главной роли в фильме «Джазе только девушки» Монро была удостоена премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль», «Комедия» или «Мюзикл». Сегодня отмечает свой день рождения популярная российская певица Земфира. Что бы ни говорили о Земфире, сколько бы ни спорили, но, пожалуй, наименее спорно в ней наличие вокальных данных. Все-таки с пяти лет она занимается музыкой. К тому же несколько лет пела джаз и попсу в уфимских частных ресторанах. Неплохая вокальная школа. Земфира молода, талантлива, своеобразна и своим появлением, безусловно, оживила музыкальный шоу-биз. День за днем нас мучает один и тот же вопрос о вечном и наболевшем, где бы что поесть. На своей кухне, в своем холодильнике всегда должно находиться что-то вкусненькое. Да, но желательно, чтобы это что-то вкусненькое было обязательно проверенным и сертифицированным. Так вот, в Молдове наконец-то запустили мобильное приложение, которое позволяет вам, помогает вам найти проверенные сертифицированные продукты питания. А в этот список, в это приложение включены производители как из Республики Молдова, так и из Румынии. Цель этого проекта в том, чтобы определять местонахождение сертифицированных продуктов в реальном времени, а также полную информацию о производителе и используемых средствах, чтобы продвигаться на национальном и европейском уровне производителей сельскохозяйственной продукции из двух стран. В этот день Молдова вспоминает Яско-Кишиневскую операцию. Одно из самых знаменательных и самых успешных событий Второй мировой войны. Длилась она с 20 по 29 августа, а 24 числа был освобожден Кишинев. В честь 75-й годовщины освобождения Молдовы от фашистской оккупации проходят памятные мероприятия и круглые столы. Один из них прошел под названием «Поклонимся мы тем годам». Участники встречи вспоминали героический подвиг советского народа. Великая Отечественная война, немецко-фашистские захватчики, героизм советских солдат, Яско-Кишиневская операция. Вспомнить ход событий и прославить подвиг бойцов за круглым столом собрались общественники, наследники Победы и, конечно же, участники тех событий, ветераны. Под аплодисменты присутствующих Кубок Победы вносит фронтовик Серовина Миркасава. Успобождение Молдавии – это не только молдаваны и не только русские, а все народы бывшего Советского Союза. Яско-Кишиневская операция рассматривается как одна из самых удачных советских операций во время Великой Отечественной войны. Хорошо разработанный план, прорыв обороны, молниеносный и сокрушительный разгром немецко-румынских войск – все было именно так. 24 августа 1944 в Кишиневе раздались возгласы Победы – город был освобожден. Именно это мероприятие является тем каким-то связующим моментом между людьми разных национальностей, людьми разных религиозных убеждений. Но беседа за круглым столом – это еще не все. Десять лет назад Международная ассоциация дружбы и сотрудничества «Молдова-Россия» утвердила титул «Человек года» и присваивает его ежегодно тому, кто внес особый вклад в развитие братских отношений между двумя странами. В этом году впервые будут вручать «Колокол дружбы». Его удостоился посол Молдовы в России Андрей Негуца. Скромные такие награды мы, как говорится, приняли решение вручать известным людям, которые объединяют Молдову и Россию. «Колокол» сделан из колокольной бронзы. Награду Андрей Негуца получит позже в Москве, куда отправится специальная делегация. Выгравированная икона святого Георгия Победоносца будет напоминать ему о ратных подвигах своего народа. Обнародована правда о высоких технологиях древних людей. Исследователи провели эксперименты с теми материалами, которые были доступны в каменном веке. Что они сделали? Они собрали березовую кору, сожгли ее посреди плоских речных камней, получив через три часа подходящий для использования материал. Молекулярные характеристики полученного смоленого клея были схожи с теми, что имели археологические образцы, найденные на стоянках неандертальцев. Ранее считалось, что для приготовления клея неандертальцы использовали специально выкопанные явы, глиняные изделия, металлические и керамические сосуды. То есть считалось, что методика приготовления этого клея была необычайно сложной. Однако новый метод настолько прост, что древние люди могли наткнуться на него абсолютно случайно. Поэтому использование березовой смолы больше не может служить надежным индикатором того, что неандертальцы прошли путь сложного технического процесса развития. Созданный учеными клея был использован для изготовления инструмента, предназначенного для чистки древесины. С помощью робота специалисты сымитировали 170 ударов. Результаты эксперимента продемонстрировали отсутствие ослабления адгезионной связи. От древних неандертальцев к неандертальцам наших дней. Больше половины остановок столицы, к сожалению, находятся в аварийном состоянии. У них отсутствуют сиденья, оторваны листы крыши, разбитые пластиковые стены и рекламные панно. А это же вандализм, самый настоящий. Такие данные привели эксперты в ходе публичных слушаний. По данным мэрии, в столице установлены около 700 остановок общественного транспорта. 70% из них принадлежат частной фирме, с которой у мэрии заключен контракт до 2022 года. Ну чем не окно в Европу? И такая ситуация на большинстве столичных остановок. Медийная компания взяла на себя обязательства по строительству и поддержанию остановок в надлежащем виде, инвестировав в это 2,5 миллиона евро. В замене она получила исключительное право на размещение рекламы в течение 10 лет. Сегодня процесс выполнения договора не соответствует заявленным требованиям. Больше половины остановок пришли в негодное состояние. Ждать транспорт в таких условиях для горожан – сомнительное удовольствие. Остановки, конечно, как сами видите, в разгромленном состоянии, разукрашены, в плохом состоянии. Остановки должны быть более качественными, чтобы на них было безопасно находиться. Посмотрите, стекло разбитое и быть здесь не должно. Крышу делали на скорую руку. Взять контроль в свои руки столичным властям рекомендует Институт европейских политик и реформ. Эксперты убеждены, что остановки не могут существовать только за счет доходов от рекламы и предлагают разработать трехлетнюю программу, которая будет предусматривать ежегодные суммы на эту сферу. Реализация этих мер, по их мнению, позволит увеличить пассажиропоток и повысит привлекательность общественного транспорта. Процедура заключения мирового соглашения после незначительных ДТП станет возможна уже в сентябре. Водители автомобилей, участвующих в незначительных авариях, смогут прийти к мировому соглашению, подписав его, избегая штрафов и штрафных очков. А вот у меня вопрос, разве до этого не было такого же? Абсолютно. То же самое, в принципе, было, но это не было указано на законодательном уровне. То есть, в принципе, раньше же как? Небольшая авария, водители разбирались между собой. Теперь это можно будет сделать абсолютно официально. Процедура заключения мирового соглашения может применяться при всех дорожно-транспортных происшествиях, случившихся на территории Республики Молдова, результатом которых стал лишь незначительный материальный ущерб, участниками которых оказались не более двух автомобилей. Недавно Национальная комиссия по финансовому рынку установила форму и содержание бланка мирового соглашения после ДТП, а также нормы, регулирующие процедуры использования этого бланка. Бланк содержит две самокопирующиеся страницы с фоновым рисунком, напечатанным на офсетной бумаге, обладающие обе одинаковой юридической ценностью. Бланк мирового соглашения будет выдан страховщиком в момент оформления страховки. Если ваша страховка уже оформлена, то вы можете просто съездить за этим бланком к страховщику и пусть он на всякий случай лежит у вас с собой. Согласно новым правилам, если водители достигли соглашения, виновный должен связаться со своим автостраховщиком. В результате оба водителя, участвующих в аварии, заполнят и подпишут бланк. Впоследствии бланк будет предоставлен страховщику без необходимости представляться водителем для регистрации аварии в полиции. Таким образом, будет исключен и штраф за правонарушение. Но, как мы уже говорили, смысла в этом не особо много. Мы и так делали все это до введения подобных норм. Обычно в понедельник хочется все ускорять, чтобы войти в режим как можно быстрее. Педалировать ситуацию, так сказать. Да, в общем, пока все быстрее и быстрее крутятся педали вашего рабочего дня. Если вдруг кто-то уже находится на рабочем месте, мы же в этот момент предпочитаем наоборот. Посмаковать момент прекрасного начала рабочей недели. Выдохнуть. Выдохнуть и сделать небольшую паузу, на этот раз рекламную. Данный материал содержит элементы рекламы. Вот и сезон отпусков практически подошел к своему логическому завершению. Хотя впереди еще бархатный сезон. Самое приятное время для отпуска. Но сейчас уже молдавские туроператоры подводят итоги сезона. Через туристические агентства и туроператоров в январе-июне 2019 года выехали за границу 121 тысяча туристов. Это большой показатель. Это показатель выше на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Большинство из этих уехавших за границу граждан уехали как раз-таки на отдых. Их 97,7% всех пересельщих границу. Граждане Республики Молдова предпочли путешествовать в Турцию. Отправились 30%. В Болгарию 22%. В Румынию 17%. В Египет 10%. В Грецию 6%. В Украину 4,5%. В Венгрию 1,5%. В Италию чуть более процента. В Испании чуть менее процента. Объединенные Арабские Эмираты в 0,7%. В Чехии, Россию, Черногории и Францию по 0,5% соответственно. Напомним, по данным Национального бюро статистики, в первом полугодии спрос на внутренний туризм в Молдове вырос на 23%. Оказывается, леопарды бывают не самых классических цветов. И речь сейчас абсолютно не о леопардах-альбиносах. В Южноафриканском природном заповеднике Таба-Толу на скрытую камеру запечатлели редчайшего розового леопарда. То есть, значит, теперь будет еще одно живое существо, у которого можно будет попросить исполнения желаний наряду с розовым фламинго? Абсолютно. Только попробуй сначала этого розового леопарда найди. Снимки животного принадлежат владельцу заповедника, 45-летнему Аллану Уотсону. На кадрах дикий леопард с эритризмом – это такое редчайшее нарушение пигментации наружных покровов в пользу красных и розовых оттенков. Супруги утверждают, что они этого леопарда запечатлели, увидели, заметили в заповеднике и раньше, но вот запечатлеть его на камеру был процесс крайне непростой. Далее цитата. «Насколько я знаю, это редчайший в мире окрас леопарда», пояснил Уотсон, отметив, что шкура хищника имеет розовый оттенок. Напомним, что совсем недавно такой же случай, только уже не розовый, а черный леопард, тоже был заснят в Кении. В феврале фотограф-натуралист Уилберер Лукас запечатлел редчайшего черного леопарда. Эта особь родилась с редкогенетической мутацией, противоположной альбинизмом. Последний раз фото черного леопарда было сделано в 1909 году. Удастся ли нам сегодня сделать что-то настолько же редкое или впервые за сто лет, может быть, вы что-то совершите? Главное не поступить как редкий козел, знаешь ли. Да, да, это тоже важный момент. Так случится такое нечто в вашей жизни сегодня или нет, узнаете в астрологическом прогнозе. Овен. Именно сейчас многие овны ощутят подъем, прилив сил и вдохновения, словом перед ними откроются новые горизонты. Рискуйте, стройте самые невероятные планы и приступайте к их осуществлению. Судьба на вашей стороне. Телец. Данный период даст вам возможность начать новую жизнь, продвинуться в карьере и устроить свои семейные дела. В этот день стоит рассчитывать только на себя и опираться на традиционные ценности. Близнецы. Деловые люди будут способны на новые мысли и интересные дела. Не отказывайтесь от путешествия. Оно даст вам возможность узнать мир и самих себя, взглянуть на окружающее другими глазами, найти свое призвание. Рак. Этот день располагает раков к размышлениям, сосредоточению на внутренней жизни. В брак вступать в этот день не рекомендуется, да и любовные похождения окажутся неудачными. Лев. Не исключено, что сегодня львы почувствуют себя свободнее, сильнее, увереннее, удачливее. Многим предстоят поездки, резко расширится круг общения. Правда, ради успеха придется подсуетиться или поволноваться. Дева. День символизирует переоценку ценностей. Девы почувствуют тяжесть от ненужных связей, общения, неинтересной работы. Постарайтесь освободиться от ненужных обязательств и отношений. Чем меньше будет ваш груз, тем легче окажется путь. Весы. Сегодня на вашу долю не выпадут подарки судьбы. Но зато возможны награды за прошлые заслуги, за результат проделанной ранней работы. Этот день служится удачно, если вы посвятите себя творческой деятельности, образованию, педагогике. Скорпион. В любовных делах небольшое затишье. Отношения с постоянным партнером стабильные и ровные. Перемены сейчас маловероятны. Если есть возможность, это время лучше провести отдельно друг от друга. Стрелец. Этот день располагает в коллективной деятельности. Стрельцы могут ощутить плечо друга в самый тяжелый момент. Успех ждет вас в том случае, если вы будете действовать в коллективе по чьим-то началам, не выдвигая себя на первый план. Козирог. В личной жизни и семейных отношениях особых щедрот от судьбы пока ждать не приходится. Не исключены проблемы с родственниками, сложности в отношениях с любимым человеком. Если и заводить роман, то только не на глазах у родственников. Водолей. Те водолеи, которые испугаются перемен, предпочтут сегодня рутинную работу. В общем, просидят этот день тише воды, ниже травы, попросту упустят блестящие возможности. Если представится шанс, вообще возьмите тайм-аут. Рыбы. Странное сочетание постоянной суеты и монотонных основных занятий может нагнать на вас скуку. Захочется чем-то разнообразить жизнь, совершить неординарный поступок, вообще начать все с нуля. Не поддавайтесь подобным порывам. Вы только усложните себе жизнь. Открытие гранитной лестницы в парке Валя Морилор после реконструкции, проведенной при финансовой поддержке властей Бухареста, состоится во вторник, 17 сентября. Согласно заявлению примарии города Кишинева, дата мероприятия была перенесена по просьбе румынской стороны из-за невозможности участия в официальной церемонии открытия, которая была намечена на 27 августа. Напомним, что восстановление гранитной лестницы в парке Валя Морилор началось в мае 2018-го, а сдача в эксплуатацию, согласно утвержденному календарю, состоялась 31 июля 2019-го. Реконструкция гранитной лестницы стала возможной благодаря гранту Бухареста, который выделил 920 тысяч евро. Муниципальный совет Кишинева выделил еще 3,5 миллиона лев, дополнительно для ряда работ, связанных с также реконструкцией лестницы. Долгожданное событие для всех поклонников «Матрицы». Кинокомпания Warner Bros. Pictures анонсировала съемки четвертой части фильма «Матрица». Главные роли в этом фильме вновь сыграют Киану Ривз и Керри Энн Мосс. Все-таки Киану Ривз, а ведь ранее СМИ сообщали, что роль Нео в новом фильме сыграет афроамериканский актер Майкл Джордан. Режиссером и сценаристом «Четвертой Матрицы» выступит Лана Вачовски. Съемки этого фильма должны начаться в 2020 году, в начале этого года. Далее цитата. «Многие из идей о нашей реальности, которые Лили и я, это, говорят, сестры Вачовски, я очень счастлива вернуть этих персонажей в свою жизнь и благодарна за еще один шанс поработать с моими прекрасными друзьями». Предыдущие три фильма «Матрица», «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция» собрали в прокате более полутора миллиарда долларов по всему миру. Все три фильма были написаны и срежиссированы Ланой Вачовски и ее сестрой Лили, а главные роли исполнили Ривз и Мосс. Президент кинокомпании «Марвел» Кевин Файге не будет продюсировать фильмы о «Человеке-пауке». Все дело в том, что он не смог прийти к финансовому соглашению с компанией «Сони Пикчерс», которая и сняла очередную часть франшизы. В Диснее хотели, чтобы будущие фильмы о «Человеке-пауке» финансировались пополам, компаниями «Сони» и компанией «Марвел», и прибыль распределялась примерно так же. Однако в «Сони» подумали, а что это нам с кем-то прибыль делить, мы и сами-то могем. Не пожелали они делиться самой масштабной своей франшизой, предложив сохранить предыдущие договоренности, согласно которым Дисней предлагается всего лишь 5% от выручки. Тем более после того, как «Человек-паук. Вдали от дома» стал самым кассовым фильмом «Сони Пикчерс», студия не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве с «Марвел». Известно, что на данный момент в работе уже находятся два фильма о супергерое, и в «Сони» надеется, что режиссер Джон Уоттс, который снял предыдущие боевики «Человеке-пауке», и актер Том Холланд будут все-таки ключевыми фигурами этого проекта. Однако Уоттс пока не договорился с представителями студии о сотрудничестве, и, возможно, после подобных разногласий и вовсе не вернется к франшизе. Первое сентября уже не за горами. Слышен где-то плач школьников и родителей. Да-да-да, и трезвонящий колокольчик. Если ваш ребенок ходит в школу, то самое время задуматься о его подготовке к школе. И если ваш ребенок не провел все лето над учебниками и не успел нарастить скорость чтения, то самое время это исправить на специальных курсах. Чтобы научиться читать быстрее, мозг нужно регулярно тренировать, а иногда даже обманывать. Например, во время чтения напевать про себя любимую песню. Или же читать книгу вверх тормашками. Как раз такие упражнения делают на курсах по скорочтению. Есть еще занятия с метрономом. Читать нужно быстро, а не с расстановкой, как в школе. Можно даже делать ошибки. Когда пик, увеличиваем скорость. Начинаем. Читаем про себя быстро. Пальчиком не вводим. Пытаемся не проговаривать. И, внимание, начинаем класс с зубами. Молодцы. Положили руки на стол. На стол. На стол. И стучим. Под ритм читаем. И читаем. И читаем. И читаем. Быстрее, 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 быстрее. Погнали, погнали. Еще быстрее, быстрее. Стоу-то 500, 500. Давайте 500 будет. В группе занимаются дети с 1 по 5 класс. Приходят с разным уровнем подготовки. После курса занятий педагог гарантирует повышение скорости чтения в 1,5, а то и в 2-3 раза. Норма, допустим, где-то минимальная начальная школа 60 слов в минуту. Это минимально. И некоторые школы 100-120 по-разному. Опять же, это неплохой уровень. Но дети, здесь дети, которые пришли, 20 слов в минуту, 30 слов в минуту. Они живые, они активные, они могут быстрее. Но они медленно читают, они боятся делать ошибки. Они смотрят и дрожат на меня. А надо снять этот стереотип, чтобы пошло, чисто, природное. Они готовы читать быстро. Первое правило скорочтения – мотивация. Поэтому на занятия каждый приносит любимую книгу. Я принесла мою книжку «Моя большая семья». Там очень забавные истории. Тут сказано про одну семью, которая семеро детей. Ну, в принципе, я вот сюда пришел. Мне мама сказала, что мне сюда надо прийти, потому что я очень медленно как бы читаю. Но если я бы сам бы больше читал, то я бы быстрее бы читал. Это читаю хаул. Это еще. Ой, я вот вас очень люблю, потому что я занимаюсь фехтованием. В минуту у меня где-то 100 слов. В секунду у меня 10 слов. Ты решил, что это мало? Нужно повышать скорость? Ну да. Что ты читаешь? Какие книги тебе нравятся? Я читаю Баронненгаузен и Минералы. Чтение чередуют с отдыхом. Во время передышек можно поиграть с любимой игрушкой или порисовать. Читать надо быстро, надо с ошибками, надо делать правильно и быстро обрабатывать информацию. Найти суть, найти суть. Углубиться в эту суть и двинуться дальше. Оценок, как в школе, здесь никто не получает. Главная задача курса не только повысить скорость чтения, но и привить любовь к книге. Все большее количество людей в нашей стране катается на электрических самокатах. Да, время от времени Таис, глядя вслед проезжающему мимо электросамокатчику, мечтает ездить примерно так же. Но ты знаешь, баланс держать трудно, и поэтому я пока только облизываюсь на эти самокаты, а еще даже не пробовала ни разу. Да, есть еще одна проблема, связанная с этими самокатами. Их всегда надо заряжать каким-то образом. Но теперь появился самокат, который можно просто бросить где-то в городе, и он сам поедет на ближайшую станцию зарядки. А можно так с мужьями, чтобы вот где-то его оставишь, а он потом обязательно домой вернется. Ты понимаешь, с мужьями история немножко другая, очень часто путают квартиры. Я о том же. Итак, беспилотные электросамокаты, которые будут сами возвращаться на станцию зарядки, облегчат работу сотрудникам сервисов проката, которым сейчас приходится собирать самокаты на улицах, чтобы доставить их на станцию. Да, и речь идет о трехколесном самокате с электрическим двигателем, который может развивать скорость свыше 30 км в час и проезжать на полностью заряженном аккумуляторе 60-70 км. Максимальная нагрузка, которую способен тащить на себе этот самокат – 120 кг. В руль самоката встроена широкоугольная камера, необходимая для беспилотного режима. Видеопоток с камерой передается оператору сервиса, который следит за самокатом. В основе системы искусственного интеллекта, которая управляет самокатом, относительно простой алгоритм, способный распознавать поверхность и прокладывать маршрут. При этом самокат довольно дорогой. Его стоимость около полутора тысяч американских долларов. Однако инженеры считают, что эта модель все равно будет крайне интересной сервисом проката электротранспорта. Как же хорошо, что в наше время не пишут таких песен, которые бы въедались в мозг и годами, десятилетиями бы из них не выходили. Нет, ну почему же? Пишут, ты носишь луи-луи-луи-луи. Иди сюда, я тебе поцелую. А как же мокрые кроссы. Да, вот это вот все, к сожалению, продолжают писать, эти песни становятся такими же популярными, как, к сожалению, «Белые розы». Вот с ними ничего не сравнится, это же шедевр, это классика на века просто. Классика на века – это немножко о другом виде искусства, о искусстве кинематографа. О, кстати, такой осколочек искусства кинематографа прямо сейчас вы можете лицезреть на своем экране в рекламе. Данный материал содержит элементы рекламы. Когда-то в возрасте трех лет я впервые попробовала обуть мамины туфли. Очень постыдная история, но это правда было в моей жизни. И вот тогда я мечтал о каком-то пышном платье со стразиками. Слава богу, эта мечта быстро прошла. Да, но тем не менее, вот миллионы маленьких девочек по всему миру мечтают о красивых, шикарных платьях. А некоторым это даже удается. Наши молдавские мини-модели впервые едут на такое грандиозное мероприятие, как неделя высокой моды в Милане. Сегодня поговорим с тем дизайнером, который создал платье для этого показа. Лида Селищева у нас сегодня в гостях. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, у нас сегодня коллекция. Количество стразиков позавидует Филипп Киркоров. Откуда идея вот этой вот коллекции? Как она появилась? Так как я участвую очень часто в разных фэшн-мероприятиях, организаторы Fashion Week Милан увидели мою активность, заметили меня в соцсетях и пригласили именно с этой кукольной коллекцией. Так, коллекция кукольная. Да, коллекция кукольная. А что это отличает кукольную коллекцию от какой-то другой коллекции? В чем особенность? В этих платьях много рюшек, много страз, много блесток, пышные юбки, пышные рукава, длинные хвосты. А то есть это, наверное, еще как-то чуть-чуть соответствует неделе высокой моды. Я так понимаю, что для Милана что-то стоит отшивать такое более... Что-то экстрементное необычное. Ну, в принципе, ты видела, ты когда к Милану подлетаешь, там видно вот пышные вот такие вот всякие штуки прямо над Миланом. Вот ты сразу понимаешь, куда ты попал. Так-так. Так, коллекцию будет открывать платье, у которого будет хвост 2 метра. На этот хвост уходит 30 метров ткани. Это как вообще? То есть одно маленькое платье? Одно маленькое платье, которое будет на мини-модели. А сколько метров будет хвоста? Сколько мини-моделей поместится под это платье? Давайте так. Длина хвоста будет 2 метра. Платье в работе. Конечно, я его покажу уже после фэшена. Это будет платье открывать коллекцию. У нас в коллекции будут и взрослые модели, которые показывают итальянские модели. А наши мини-модели, самые известные модели, титулованные модели нашей Молдовы поедут впервые в Милан на огромный подиум. У меня только один вопрос. Вот сейчас девочка, которая будет открывать этот показ в этом платье, где 30 метров ткани и так далее, она занимается в фитнесе? Это же надо как-то тащить за собой. 2 метра ткани. Открывать коллекцию будет Мирослава Ясебаш. Это мое любимое лицо бренда. Мини-модели из Молдова. Конечно, мы уже тренируемся. Конечно же, есть уроки, дефиле для всех моих моделей, которые тоже будут проводить известная модель. Как у нас, так же и за рубежом. И детки готовятся. Это очень серьезное мероприятие. И я за них абсолютно спокойна. Я знаю, что они справятся. Вы спокойны, мы переживаем. Давайте сейчас... Занимаются. Да, я предлагаю сделать мини-дефиле. Да, такая аппетитация. И вы так в двух словах о каждом платье. Хорошо? Итак, открывает коллекцию. Так, так, так. Платье разноцветное, кукольный стиль, много рюшечек. Опять же, коллекция состоит с разных тканей. Все платья пытаюсь совместить в 3-4 типа ткани. И усложнить, конечно же, сложный крой, сложные рюшки, разная длина, холосты. Для текстурности, да? Для многосложности. Могут быть банты, могут быть интересные вышивки. Вот, кстати, мой любимый цвет. Говорят, что это любимый цвет неадекватных людей. Ой, а сколько блесточка. А мне вот это так вообще понравилось. Тренды этого года, тренды следующего сезона – это блестящие ткани. То есть это могут быть вышивки, это могут быть камни, это могут быть ткани с напылением, ткани из пайеток. То есть, в принципе, если ты оденешь такое платье, оно может смотреться, как маечка или свитер. Ну, учит вам их габариты, извините. Какая прелесть. Они напоминают такие безе, легкие зефиринки. Ой, какая красота. Ну, и эксклюзивные платья с длинными хвостами. Ну, и мира, конечно, уверенной походочкой. А шляпка-то, шляпка, обратите внимание. Примодумна российской эстрады как-то вот наложила какой-то акцент на вот эту вот шикарную штучку сверху? Я буду сотрудничать с одним дизайнером с голубными уборами, которая тоже готовит коллекцию. Как будут бантики, будут обручи, будут диадемы. Это тоже в тренде сейчас? Будут что-то разнообразное. Да, это мы прорабатываем с дизайнером, создаем единый образ. Здорово. А вот Таис, можно нарядить как-нибудь в какие-то вот бантики? Ну, так, чтобы ребенка себя прочувствовала. Или брюшечки. Конечно, можно. Я с удовольствием. Мира, скажи, а ты учишься для того, чтобы ходить с таким длинным хвостом? Я так понимаю, это еще не самый длинный хвост в платье, который тебе предстоит носить, да? Да. Я учусь еще. Ага. И моя мечта поехать в Милан, чтобы там окрывать неделю моды. Нужно смотреть прямо, идти красиво. И мне нравится ходить на неделю моды. А скажи, пожалуйста, чего ты ждешь от Милана? Вот твои ожидания. Я жду, чтобы поскорее мы уже прошлись по сцене, потому что мне очень нравится по Милану ходить по сцене. А ты ходила до этого по Милану по сцене? Нет. А откуда ты знаешь, понравится тебе по Милану по сцене ходить или нет? Это в мечтах, все. Да? Как поставить ребенка в тупик в четыре шага? Спросите меня, я вам расскажу. Я уверена в том, что все получится наилучшим образом. Во всяком случае, девчонки, как я посмотрю, готовы. То есть двигаются профессионально. Все-таки титулованные модели, знаешь? Сколько всего будет платьев представлено в рамках кукольной коллекции? В коллекции будет 30 платьев. Из которых будет несколько платьев. Фэмили лук со взрослыми моделями, и основные уже будет. А взрослых платьев сколько? Взрослых будет в районе 10 платьев. В районе 10 платьев. А это коллекция, которая уже была где-то представлена? Нет, это будет новая платьев. Или тоже что-то новенькое? Будет новенькое. А теперь уже взрослый, а девушка ждет всю взрослую часть вашей коллекции, потому что девчонки, это хорошо, а вот девушки постарше, это куда? С такой, не надо грязных инсимуаций. В общем, мы вам желаем очень красивого шоу, по-настоящему показать себя. Во всяком случае, к этому, да, оно и идет, потому что все данные для прекрасного шоу и для дефилео есть. А что там после Милана? Следующая Нью-Йорк? Париж. Да, дай бог. Время покажет. Спасибо вам большое за визит нам в гости. Девчонки, всем спасибо. Удачи, красавицы. Молодцы. В общем, репетиция состоялась прямо сейчас в нашей студии. Будем желать нашим соотечественницам удачи на неделе высокой моды в Милане. После, кстати, ждем вас в гости уже с отчетом. Обязательно. Обращаем в мероприятие. И с длинным хвостом мы вам его покажем. Обязательно и с длинным хвостом. Ну и во что-то кукольное нарядим Таис. Пожалуйста. Ну а мы, дамы и господа, продолжаем наше утро. Прорывом для нее стала роль Олиф Пендергаст в подростковой комедии «Отличница легкого поведения», принявшая номинацию на премию «Золотой глоб» за лучшую женскую роль и на премию «Бафта» в категории «Восходящая звезда». А первую номинацию на «Оскар» Эмма получила за роль дочери главного героя в черной комедии «Бернан». За роль Мии Долан в трагикомедийном фильме-мюзикле «Ла-ла-ленд» получила широкое признание критиков и была удостоена множества наград. Включая премию «Оскар», «Золотой глобус», «Бафта» и премию гильдии киноактеров США за лучшую женскую роль. Эмили Джин или же Эмма Стоун. Американская актриса Эмма описывается средствами массовой информации как одна из самых талантливых актрис своего поколения. «Прихорошенькая куколка с чертиками в глазах» писали голливудские критики, когда впервые обратили внимание на эту Эмму. Девушку с гипнотическими кошачьими глазами и хриплым мужским басом. Люди из кинобизнеса приготовились. От такой темпераментной актрисы точно можно ждать сюрпризов. И они не ошиблись. Через несколько лет Эмма Стоун уже вытирала слезы счастья, получая своего «Оскара» за роль в потрясающем фильме «Ла-ла-ленд». А ведь она сыграла в сущности саму себя, наивную провинциальную девочку из бедной семьи, которая и мечтать не могла о том, что судьба подарит ей счастливый случай. Я была очень-очень тревожным ребенком. У меня было из-за этого трудное детство. А с 8 лет я страдала от самых настоящих панических атак. Я не знаю, откуда они взялись. Но во время этих приступов мне было так страшно, что я потом не могла несколько дней отойти от мамы. Только представьте, весь мир вокруг внезапно видится безумно страшным. И это взрослому человеку выдержать невозможно. Что же говорить о ребенке? Психолог посоветовал. Больше творческих кружков, увлеченности и возможностей для самореализации. Возможно, малышка свой недуг просто перерастет. Совершенно неожиданно спасательным кругом оказался детский театральный кружок. До сих пор не понимаю, как это работает, но все мои тревоги проходили в ту секунду, когда я выходила на сцену. Разве это не странно? Маленькая Эмма страдала еще и астмой, которая сопровождалась болезненными аллергиями и экземами на нервной почве. Бедняжка чуть что хваталась за ингалятор, прятала белую кожу под длинными рукавами и постоянно пропускала школу из-за болезней. Эмми Стоун 12 лет, и мама впервые берет ее с собой на небольшие каникулы сюда, в Нью-Йорк. Говорят же, культура и искусство благотворно сказываются на здоровье. Вот она и водит свою дочку по музеям и паркам, а на вечер запланирован поход в театр. Так школьница, которая до этого считала лучшим зрелищем в своей жизни колорадские горы, впервые попадает на настоящий бродвейский мюзикл «Отверженные». Стоун вернулась домой с горящими глазами. Вечно слабенькую тихоню было не узнать. Она теперь просто бредила музыкальным театром и впервые в жизни мечтала. Я была очень впечатлительным ребенком. Я всем сердцем поверила, что буду блистать на сцене. Мои родители не знали, какие слова подобрать, чтобы сообщить мне, что такие, как я, суперзвездами не становятся. В те годы из-за ухудшения здоровья Эмму перевели на домашнее обучение. Чтобы девочка совсем не замкнулась, по выходным мама теперь возит ее в местный любительский театр мюзикла. Кто же мог знать, что двери провинциального ДК станут для нее входом в другой мир? Ведомая призрачной мечтой, она начала играть так отчаянно и с такой неожиданной отдачей и страстью, что в итоге была утверждена в 16 разных постановок. Той же зимой Эмма заявила опешившим родителям, что в колледж поступать не будет, зато поедет покорять Голливуд. Я переехала в Лос-Анджелес с мамой, когда мне было 15 лет, и сразу начала ходить на кастинги. Я прошла, наверное, сотню неудачных прослушиваний, везде мне говорили нет. Теперь она посмеивается над этим фактом, но это правда. Чтобы денег хватало хотя бы на съемную комнату, Эмма подрабатывала продавцом в голливудской пекарне для собак и создавала на заказ сайты. В кино же долгие три года, только отказы. Она уже устала надеяться на чудо, как вдруг судьба подарила тот самый долгожданный и непредсказуемый миг везения. Это были очередные пробы. На этот раз молодежную комедию. В общем-то, Эмма уже ни на что не надеялась, и поэтому даже не пыталась никому понравиться. На вопрос с режиссером. А сможет ли она пропустить другую актрису вперед? Она ответила грубо, что об этом не может быть и речи, так как через полчаса ровно начинается ее рабочая смена в пекарне для собак. Кто бы мог подумать, что этот крошечный смешной диалог, каких в нашей жизни бывают тысячи, вдруг станет ее удачей. Режиссер начал хохотать. Его очаровало это сочетание уверенности в себе и самоиронии. И Эмма получила пусть второстепенную, но яркую роль в комедии «Суперперцы». Джулс, ты без партнера сегодня? Слишком личный вопрос. Что? Ничего. Неудачная шутка. Как раз после нее о девушке впервые и начала писать пресса. Эмма Стоун стала новой звездой молодежных комедий, а в 23 года сыграла в оскароносном фильме «Прислуга». С тех пор ей предлагали роли посильнее. После «Человека-паука», «Магия лунного света» Вуди Аллена, «Бёрдмен» Алекандро Гонзалеса и Ньериту, и, наконец, волшебный романтический мюзикл «Ла-ла-ленд», в котором она будто рассказала о трудном поиске себя в Голливуде, да и просто о пути человека к мечте. И Мисс Стоун в этом году 30, и она говорит, сцены и кино до сих пор помогают ей успокоиться и побороть страхи. Такова магия счастливого случая. И, наверное, совсем скоро он постучится в судьбу этой красивой и смелой девушки еще раз и пошлет ей настоящую любовь. Оказывается, леопарды бывают не самых классических цветов, и речь сейчас абсолютно не о леопардах-альбиносах. В южноафриканском природном заповеднике Таба-Толу на скрытую камеру запечатлели редчайшего розового леопарда. То есть, значит, теперь будет еще одно живое существо, у которого можно будет попросить исполнение желаний наряду с розовым фламинго? Абсолютно! Только попробуй сначала этого розового леопарда найди. Снимки животного принадлежат владельцу заповедника, 45-летнему Аллану Уотсону. На кадрах дикий леопард с эритризмом. Это такое редчайшее нарушение пигментации наружных покровов в пользу красных и розовых оттенков. Супруги утверждают, что они этого леопарда запечатлели, увидели, заметили в заповеднике и раньше, но вот запечатлеть его на камеру был процесс крайне непростой. Далее цитата. «Насколько я знаю, это редчайший в мире окрас леопарда», пояснил Отсон, отметив, что шкура хищника имеет розовый оттенок. Напомним, что совсем недавно такой же случай, только уже не розовый, а черный леопард, тоже был заснят в Кении. В феврале фотограф-натуралист Уилберер Лукас запечатлел редчайшего черного леопарда. Эта особь родилась с редкогенетической мутацией, противоположной альбинизму. Последний раз фото черного леопарда было сделано в 1909 году. Удастся ли нам сегодня сделать что-то настолько же редкое или впервые за сто лет, может быть, вы что-то совершите? Главное не поступить, как редкий козел, знаешь ли. Да, да, это тоже важный момент. Так, случится такое нечто в вашей жизни сегодня или нет, узнаете в астрологическом прогнозе. Овен. Именно сейчас многие овны ощутят подъем, прилив сил и вдохновения, словом перед ними откроются новые горизонты. Рискуйте, стройте самые невероятные планы и приступайте к их осуществлению. Судьба на вашей стороне. Телец. Данный период даст вам возможность начать новую жизнь, продвинуться в карьере и устроить свои семейные дела. В этот день стоит рассчитывать только на себя и опираться на традиционные ценности. Близнецы. Деловые люди будут способны на новые мысли и интересные дела. Не отказывайтесь от путешествия. Оно даст вам возможность узнать мир и самих себя, взглянуть на окружающее другими глазами, найти свое призвание. Рак. Этот день располагает раков к размышлениям, сосредоточению на внутренней жизни. В брак вступать в этот день не рекомендуется, да и любовные похождения окажутся неудачными. Лев. Не исключено, что сегодня львы почувствуют себя свободнее, сильнее, увереннее, удачливее. Многим предстоят поездки, резко расширится круг общения. Правда, ради успеха придется подсуетиться или поволноваться. Дева. День символизирует переоценку ценностей. Девы почувствуют тяжесть от ненужных связей, общения, неинтересной работы. Постарайтесь освободиться от ненужных обязательств и отношений. Чем меньше будет ваш груз, тем легче окажется путь. Весы. Сегодня на вашу долю не выпадут подарки судьбы. Но зато возможны награды за прошлые заслуги, за результат проделанной ранней работы. Этот день служится удачно, если вы посвятите себя творческой деятельности, образованию, педагогике. Скорпион. В любовных делах небольшое затишье. Отношения с постоянным партнером стабильные и ровные. Перемены сейчас маловероятны. Если есть возможность, это время лучше провести отдельно друг от друга. Стрелец. Этот день располагает коллективной деятельности. Стрельцы могут ощутить плечо друга в самый тяжелый момент. Успех ждет вас в том случае, если вы будете действовать в коллективе по чьим-то началам, не выдвигая себя на первый план. Козирог. В личной жизни и семейных отношениях особых щедрот от судьбы пока ждать не приходится. Не исключены проблемы с родственниками, сложности в отношениях с любимым человеком. Если и заводить роман, то только не на глазах у родственников. Водолей. Те водолеи, которые испугаются перемен, предпочтут сегодня рутинную работу. В общем, просидят этот день тише воды, ниже травы, попросту упустят блестящие возможности. Если представится шанс, вообще возьмите тайм-аут. Рыбы. Странное сочетание постоянной суеты и монотонных основных занятий может нагнать на вас скуку, захочется чем-то разнообразить жизнь, совершить неординарный поступок, вообще начать все с нуля. Не поддавайтесь подобным порывам. Вы только усложните себе жизнь. У большинства из нас выходные, между прочим, потому что вся Молдова, суббота, воскресенье, понедельник, вторник отдыхает. А мы же продолжаем вкалывать, бедные несчастные. Нет, очень даже счастливые, потому что есть те, кто все-таки выходит на работу, и мы должны для них привнести хоть чуть-чуть радости в понедельник. Вот она, настоящая солидарность трудящихся. Ну и с нетрудящимися тоже. На этом мы будем с вами прощаться. С вами этот для нас трудовой день начинали Таис Розумовская. И Дмитрий Спиваков. Увидимся с вами уже завтра. Также для многих в нерабочий вторник, но у нас он тоже будет трудовым. Все, до завтра. Пока-пока. Хорошего дня. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Одежда ведущей предоставлена магазином Орсей. Субтитры создавал DimaTorzok